В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Непотушенный окурок стал причиной гибели 57 человек. В Самаре почтили память жертв пожара в здании УВД. Поехали! В Самаре досрочно стартовал ямочный ремонт. Сколько снега вместили городские крыши. В Самаре идет масштабная уборка. Траур без срока давности. Прошло 17 лет, но воспоминания о них до сих пор живут в сердцах коллег, родственников и друзей. Сегодня ранним утром в Самаре почтили память 57 сотрудников милиции, погибших в страшном пожаре, который дотла уничтожил здание областного УВД в феврале 99-го года. О незабытой трагедии наш репортаж. Вот уже 17 лет подряд 10 февраля Анна Красова приносит цветы к мемориалу. В 99-м она заведовала архивом областного главка. Вспоминает, буквально за несколько минут до трагедии вышло из здания, где навсегда остались десятки ее коллег и друзей. В первое время, конечно, мы ходили виноватыми, что мы остались живые, а они вот остались здесь. Ну, как вот не прийти сюда, когда они наши. Каждый штрих, каждый эпизод того времени, каждая картинка, она вот сегодня встает перед глазами. И, конечно, они все в сердцах. 10 февраля 99-го года эти кадры облетели все мировые каналы в Самаре во внезапном и страшном пожаре при исполнении служебных обязанностей. Погибли 57 сотрудников тогда еще милиции. Довоенная постройка с деревянными перекрытиями вспыхнула, как спичка. Огонь тушили почти сутки. По первой версии, следователей причиной стал поджог. Но в итоге пожарные выяснили, всему виной не потушенный окурок. Это событие очень трагическое для МВД. Оно трогает всех и сложно сегодня что-то говорить. Я считаю, что вся наша жизнь, она состоит из памяти. Пока есть память, пока есть эти ощущения памяти, есть здоровая нация. Без прошлого нет будущего. Сегодня в полицейской книге памяти фамилии 338 сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. По традиции, каждый год 10 февраля вспоминают обо всех. Служба по погибшим прошла в часовне святого Александра Невского, воздвигнутой на месте сгоревшего здания ГУВД. Дарья Булавина, Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Дорожная скорая помощь. В Самаре ремонтируют улицы, которые пришли в негодность из-за постоянных перепадов температур. Ямы на проезжей части засыпают холодным асфальтом. Это временная экстренная мера. Когда и где преобразятся дороги, узнала Алина Чемерес. Резкие холода и неожиданная оттепель – главные противники самарских дорог. Из-за сюрпризов погоды ремонт начинается раньше сроков, пока дорожные повреждения засыпают холодным асфальтобетоном. В настоящее время предприятием осуществляется поддерживающий ремонт дорог. То есть все образующиеся ямы засыпаются либо холодным асфальтобетоном, либо асфальтобетоном. Бригады дорожников работают каждый день. Уже отремонтировали 70 улиц. Это 20 тысяч квадратных метров. В первую очередь восстанавливают те покрытия, по которым ездит общественный транспорт, и которые сильнее всего повреждены. По словам рабочих, многие водители уже оценили результат. Некоторые останавливаются, открывают дверь, когда горят. Конечно, помогают, хотя бы временно спасают нас всех. Аномальные температурные скачки испортили в том числе и те дороги, что не знали ремонту долгое время. Среди них есть такие, что не обновляли до прошлого года. После того, как 15 февраля, опережая график, начнет работать асфальтовый завод, рабочие сначала приступят к аварийно-ямочному ремонту, а затем будут приводить в порядок дорожное полотно картами. Всего 75 тысяч квадратных метров дорог. За ним последует комплексный ремонт ряда самарских улиц. За состоянием дорог, как того требуют гарантийные обязательства, будут следить подрядные организации. Требования к ним ужесточили. А срок, в течение которого они за свой счет будут исправлять недоработки, увеличился до пяти лет. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. В Самаре очищают крыши от снега и наледи. Рабочим нужно уложиться в самые короткие сроки. Еще в понедельник глава города Олег Фурсов поставил задачу. В среду все опасные кровли должны быть чистыми. На сегодня очищены уже 90% крыш. О работах на высоте расскажет Марина Матвейшина. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. А то снег в башка попадет. Совсем мертвый будет. Чтобы ни с одним жителем такого не случилось, в Самаре оперативно чистят кровли. За день по городу от снежных глыб освобождают более 300 крыш. Только в одном, самарском районе, не меньше полсотни. На высоте здесь работают 13 бригад альпинистов. В специальном снаряжении и с обязательной страховкой. Акцент на технике безопасности поручил сделать глава города Олег Фурсов. И потому все специалисты еще осенью прошли дополнительное обучение. Есть крыши сложные, которые крупонаклонные, с обледенением, где привязаться либо некуда, либо мало куда можно. Организуем для начала динамическую страховку. Ну, то есть, все как в настоящем альпинизме. Друг друга страхуем через страховочные устройства, страховочно-спусковые с использованием веревок. Даже если на крышу нет специального входа, альпинистов это не остановит. У них есть специальная техника, которая вознесет их до самых небес. Уборка крыш работы почти ювелирная. Кровли требуют бережного обращения. Существует, конечно, еще большая проблема – это старые крыши шиферные. На них мы вообще не имеем права и не можем выходить. Потому что как только наши ребята выходят, она просто полностью проваливается. Вот здесь мы каким образом работаем. Мы это просто вовремя срезаем или сбиваем эти сосульки специальным присослаблением. Сброшенный снег и сосульки сразу же вывозят, чтобы пешеходы могли спокойно ходить по тротуару, не боясь увязанности в сугробе. Все это – обязанность управляющих компаний, перед которыми стоят жесткие сроки. За работой коммунальщиков пристально следят контролеры. Они есть в каждом районе. В случае нарушений выдают предписания, выполнить которые нужно как можно быстрее. На сегодняшний день в Самаре уже очистили более 90% крыш. Остальные, огороженные сигнальной лентой, ждут своей очереди. При этом собственникам квартир администрация напоминает – сосульки на козырьках балконов и кондиционерах – это их головная боль. И если вовремя от нее не найти лекарства, придется платить штраф – до 5000 рублей. Марина Матвежина, Максим Гусев, События. Молодежному театру быть. Вопрос о создании художественной руководителя самарских театров обсуждали на встрече с главой Самары Олегом Фурсовым. В центре внимания и подготовка к юбилею города, и к предстоящему чемпионату мира по футболу. Какой предстанет театральная Самара перед туристами, и чем удивят актеры, горожан расскажет Марина Кравцова. Идея создать в Самаре молодежный театр витает в творческом сообществе давно, но до сих пор ни сцены, ни кулис. Предложение «Реализовать мечту молодежи» прозвучало на встрече главы Самары Олега Фурсова с руководителями театров. Площадкой может стать один из домов культуры, которые в последние годы в Самаре активно возрождаются. Работает у нас профильный театральный вуз в городе. И два раза, когда мы подавали наше предложение по поводу молодежного муниципального театра, мы делали именно в тот момент, когда в этот год выпускался очень хороший курс. Курс, который, как часто бывает, может стать основой того или другого театра. Глава Самары поддержал предложение и попросил составить смету. В условиях экономии бюджетных средств расходы на новый театр тоже должны быть рациональными. Тогда открытие может состояться уже в этом году. Понятно, что искусство должно доходить до людей. И через искусство культура формируется у людей, у горожан. И чем больше у нас театров хороших, тем больше вероятность того, что город будет выглядеть иначе. Зрители вновь будут выбирать любимый театр актеров спектакль. Народную премию «Браво» решено вернуть. Самару принято называть театральной столицей по Волжье. Подтверждают это многочисленные награды всероссийских и международных фестивалей, которые регулярно привозят артисты самарских театров. В этом году постановка «Пиковая дама» театра оперы и балета номинирована на премию «Золотая маска». Культурный и творческий обмен будут расширять и внутри региона. Может быть нам помимо гастролей по регионам вернуться к теме межмуниципального обмена. Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск. Кстати, Новокуйбышевск сегодня уникальный театр, туда из Самары ездят. Можно им только успехов пожелать тоже на «Золотой маске». Уже сейчас городские театры начнут готовиться встретить зрителей не только из России, со всего мира. К чемпионату по футболу 2018 года обновят репертуар. Возможно, создадут спектакль об истории города. Такое предложение высказал глава Самары. Иной вид постепенно будут приобретать и здания театров. Впереди завершение реконструкции Самарта, расширение театра «Самарская площадь». Уже готовый проект ремонта ДК «Россия» и кинотеатров «Юность» и «Октябрь», которые тоже могут стать площадками для выездных спектаклей. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. В Самарские лицеи и гимназии зачислены более тысячи первоклассников. В этом году прием заявок проходил через портал образовательных услуг. В первые полчаса его работы было подано в два раза больше заявок, чем учебные заведения могут принять. Самой популярной оказалась гимназия номер один. Среди школ 124-я и 176-я. Прием в общеобразовательные заведения по месту проживания стартовал 29 января и продлится до конца июня. А после можно будет подавать заявки вне зависимости от места регистрации. Электронная запись в первые классы избавила родителей от необходимости часами дежурить у школ, что еще практикуется в некоторых регионах страны. По сравнению с прошлым годом, в первые классы планируется принять на 400 человек больше. По прогнозам Департамента образования, с каждым годом количество школьников будет только расти. Все дети, подлежащие обучению в первые классы, будут зачислены в образовательные учреждения. Близлежащие все отрабатываются. Конечно, еще и еще раз мы видим, насколько правильной и своевременной является программа о строительстве новых школ и о создании дополнительных мест. Голоса космоса. Учащимся Международного аэрокосмического лицея показали святая святых. Центр приема сигналов со спутников. Раньше посторонним вход туда был воспрещен. Здесь с помощью спутников Земли специалисты смогут найти даже иголку в стоге сена. Уникальные снимки из космоса увидела и Лариса Шалафаст. Им сверху видно все. В центре приема сигналов со спутников самарским лицеистам наглядно показывают, что передают эти аппараты из космоса. Благодаря точным снимкам специалисты могут нарисовать карту города, оценить загруженность дорог, увидеть любой пожар и даже сделать прогноз по паводку. Мы работаем, например, с МЧС и со всякими системами, которые занимаются ледниками, водной обстановкой, поиском судов и так далее. То есть это данные несколько другого типа с радарных спутников. Соответственно, мониторинг паводков и все остальное. В центр поступают данные из семи спутников разных стран. Потом вся информация попадает в центр обработки. Обычно посторонних сюда не пускают. Это первая ознакомительная экскурсия. Очень было интересно, что спутники на самом деле не снимают в синем цвете из-за рассеивания этого цвета в атмосфере. Очень интересно, какая компьютерная обработка данных. Не знал раньше, что с помощью спутниковых снимков идет поиск пожаров, то, что потом можно было быстро ликвидировать. Такие познавательные экскурсии станут регулярными. Посетить центр приема сигналов со спутников смогут ученики не только профильного лицея, но и других школ города. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков, События. В Самаре продолжается подготовка к выборам в Государственную и Губернскую думы. Партия «Единая Россия» начала прием заявок от кандидатов. Уже определен состав комитета, который займется организацией предварительного голосования. В него вошли руководители общественных организаций, главы муниципальных образований, представители средств массовой информации и молодой гвардии. Предварительное голосование состоится 22 мая. На территории Самарской области откроются 350 избирательных участков. В нем может принять участие любой желающий. Единственное условие – у кандидата не должно быть криминального прошлого. Будут допущены только те кандидаты, кто прошел критерии, установленные партией. Достаточно простые, допустим, отсутствие судимости, уголовного преследования, даже снятая судимость. Тем не менее, мы это считаем критерием очень важным. Далее, это отсутствие активов за рубежом. Партия объявила о том, что никто, имеющий активы за рубежом, не должен оказаться в сфере действия политической власти. Все и все на счету. С этого года у районов появятся свои бюджеты. Они будут пополняться за счет имущественных и земельных налогов. Власти Куйбышевского района первыми в Самаре подписали соглашение о сотрудничестве с налоговой инспекцией. Фискальные органы и местная администрация отныне сообща будут выявлять должников. Ведь сборы пойдут на решение проблем на местах. О новшестве, которое призвано многое поменять в жизни района, материал Алины Чемерес. Отдавать свои честно заработанные в налоговую жалко, но закон есть закон, говорит Игорь Сахаров. Сегодня он пришел платить налог на транспорт. Делится, прослыть должником перспективы не из приятных. Это наша обязанность. Приходите платить. Каждый принимает решение самостоятельно. Не хочет платить так, будет должником. Соглашение о сотрудничестве между налоговиками и администрацией Куйбышевского района – результат реформы местного самоуправления. Его заключили пока на год. Теперь деньги жителей будут поступать в районный бюджет. И отныне в том, чтобы должников было как можно меньше заинтересованы и на местах. Ожидается, что в этом году в бюджет Куйбышевского района поступит больше 20 миллионов рублей. Бюджет у нас непосредственно района пополняется налогом на землю, соответственно, и налогом на имущество. На сегодняшний момент уже у нас есть непосредственно положительные моменты. Порядка 500 тысяч рублей только уже в этом месяце поступило. Куда потратить бюджетные деньги будут решать местные власти и депутаты райсоветов. Здесь важно учесть мнение жителей. Больше идет заявок от людей, которые что-то хотят изменить в своем дворе. И конкретно деньги пойдут, самое основное, это на благоустройство района. Предусмотрены деньги на организацию проведения определенных районных мероприятий. Также на ремонт и установку новых малых архитектурных форм. Власти Куйбышевского района стали первыми, кто подписал документ о сотрудничестве с налоговой. Вскоре такое соглашение будет заключено со всеми районными администрациями. Алина Чемерес, Григорий Плешаков, События. Рубль сегодня снова покатился вниз. Причину знает наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Нефть того и гляди пробьет отметку 30 долларов за баррель. На бирже за бочку сорта Brent дают 30 долларов 91 цент. Все потому, что картель ОПЕК не собирается снижать квоты на добычу. Естественно, рублю тоже не сладко. На 11 февраля Центробанк установил курс доллара США на отметке 79 рублей 6 копеек. Курс евро 89 рублей 22 копейки. Золото стоит 3007 рублей за грамм. Рекорд за последние несколько лет. Серебро стоит 37 рублей 79 копеек за грамм. Центробанк и РСА обсуждают пакет поправок в закон об ОСАГО. Очень надеемся, что это не вызовет новый виток роста цен. А россияне в кризис стали брать больше микрозаймов. Россияне, я вам этого очень не советую. А на сегодня это все. Удачи в делах. Не платишь зарплату – жди неприятностей. В Следственном комитете сама развели уголовное дело на генерального директора управляющей компанией МПО ПЖРТ. Коммерсанта подозревают в воровстве у собственных сотрудников. По предварительной версии, руководитель коммунальной конторы в прошлом году снял со счетов компании более 12 миллионов рублей, которые должны были пойти на зарплату и погашение долгов. Но гендиректор деньгами распорядился иначе и более трех месяцев платил зарплату сотрудникам лишь частично. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Планируется дальнейшее предъявление обвинения, подозреваемое направление уголовного дела в суд. Санкция статьи предусматривает наказание как в виде штрафа, так и принудительных работ, вплоть до лишения свободы на срок до одного года. А теперь коротко о других темах дня. Стадион Самара-Арена готов на 40%. Уже залили 146 тысяч кубических метров бетона. Это основание, стенные, колонны, трибун. На три месяца раньше срока начались работы по устройству внутренних помещений. Параллельно проводится активная сборка металлоконструкций. Ориентировочно через месяц начнется монтаж купола. Сборка его будет вестись в течение всего года. Самарская пригородная пассажирская компания меняет график движения электричек в дни февральских праздников с 19 по 24 февраля. Более подробно с графиком движения можно ознакомиться на сайте компании. МЧС России по Самарской области просит жителей региона воздержаться от прогулок по льду водоемов. Из-за аномально теплой погоды в этом году лед на реках слишком тонкий, местами не больше 10 сантиметров. Сейчас таяние усилилось, ледяная прослойка становится еще тоньше и не выдерживает вес человека. В Самаре растет число заболевших гриппом и ОРВИ. За неделю зарегистрировано больше 11 тысяч случаев заболевания. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу по-прежнему превышен более чем на 36% в области и на 40% в Самаре. В Самаре решили снова построить ипподром. На строительство потребуется 3 года и 1 миллиард рублей. Предполагается, что общая площадь объекта превысит 7 тысяч квадратных метров. Трибуны будут рассчитаны на 3 тысячи человек. Известный по всему миру дуэт «Баян-микс» открыл международный фестиваль «Виват Баян». В этом году он приурочен к празднованию 165-летия губернии и 430-летию Самары. Музыканты Сергей Войтенко и Дмитрий Хоромков выступят с новой программой под названием «10 лет». Именно на этом фестивале в 2005 году дебютировал популярный дуэт, который доказал – в век электронной музыки «Баян» может стать пультовым инструментом. «Виват Баян» уникален по своему масштабу. Он проходит в Самарской области уже 14 лет. Областное правительство, власти Самары и другие города в губернии всячески поддерживают этот конкурс. Лауреаты получают возможность пройти международную стажировку. В 2014 год фестиваль объединяет талантливых гармонистов, баянистов, аккордеонистов со всей России и зарубежья. С февраля по май по всей губернии будут проходить концерты, творческие встречи, мастер-классы. Сергей Войтенко вспоминает, когда 10 лет назад появился дуэт «Баян-микс», классику в эстрадной обработке играла разве что Ванесса Мэй. Сейчас народное искусство набирает популярность. «Самара – родина баяна» – так будет называться следующий концерт в рамках фестиваля. Местные таланты выступят в апреле. Баян – это не аккомпанирующий инструмент. Он может быть солирующим инструментом и собирать такие же залы, как, собственно, на любой нашей эстраде. В рамках фестиваля проходит конкурс, и люди с регионов, и из других стран даже приезжают и борются за первое, второе и третье места. И, естественно, эти лауреаты потом получают некую ступеньку, некую дорогу в жизнь. А теперь пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Крылья Советов бесплатно пригласили играть иностранца. Лыжный марш-бросок «Сызрань-Самара» – старт намечен накануне Дня защитника Отечества. Военная форма на этих мужчинах сидит как в летаевсе. Они прошли армейскую школу, кто в десанте, кто в морской пехоте. Поэтому марш-бросок и «Сызрань-Самару» для них – это дань ностальгии. Чтобы пройти расстояние более чем в 200 километров, без потерь каждый участник сдает нормативы ГТО. Недавно это было плавание в полном воинском снаряжении, сейчас метание гранатой 5 километров на солдатских лыжах с рюкзаком за спиной. Чемпион по бодибилдингу Андрей Абрамов сегодня переключился на военно-прикладной спорт. Для него марш-бросок – определенный жизненный экзамен. Себя проверить, доказать себе, что что-то еще могу. Вот мне сейчас 43 года вот так, и нормы ГТО я сдаю на уровне 18-летнего парня. Вот, 18 раз подтягиваюсь, бегаю, плаваю. То есть лишний раз показать, что не только в 18 лет человек может быть сильный и здоровый. Переходы на марш-броске будут и днем, и ночью. Привалы только, чтобы просушить одежду, перекусить и поспать пару часов. Ведь преодолеть сотни километров по снежной целине, а это Жигулевские горы, леса и реки, группа рассчитывает всего за четверо суток. В обход всех населенных пунктов отбиваться от зверей экстремалы будут охотничьими ножами. Переход будет нелегкий, нужно все это форсировать грамотно. Для нас самое главное – это жизнь и здоровье каждого члена команды. Поэтому тут уже будем работать. У нас помимо этого всего, помимо лыжа, еще будут веревки. То есть у нас присутствует альпинистское снаряжение. Старт марш-броска Сызрин-Самара намечен на 19 февраля. В областную столицу восьмерка смельчаков планирует вернуться в День защитника Отечества. Однако на всякий случай параллельно будет идти группа спасателей. Первая помощь придет сразу после запуска сигнальной ракеты. Помочь крыльям Совета во втором круге чемпионата футбольной премьер-лиги готов нападающий Джанни Бруно. Сейчас бельгиец числится во французском клубе «Эвиан». Пока речь идет о бесплатной аренде, но с правом выкупа. До этого была информация, что крылья арендовали футболиста за 750 тысяч евро или 67 миллионов 500 тысяч рублей. Джанни Бруно – воспитанник бельгийского клуба «Стандарт». В текущем сезоне 24-летний нападающий провел 21 матч за «Эвиан». Во втором французском дивизионе забил 4 мяча. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара Гиз» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова